Итак, все события начались, напомню, 7 октября. Вообще, вот такой есть один важный момент. У разного рода недоумков, там, сторонников Хамаса и Палестины, да, у них в прошлом году исчез из жизни один день, да. Они вот-вот 7 октября, как бы ощущение, что они все спали литургическим сном, а вот 8 октября они вдруг проснулись и увидели, что Израиль бомбит газу, да. И вот, исходя из этого, они пишут там всякую свою чушь собачью, да, и двигают свои лозунги, типа Free Palestine, там, From the River to the Sea, и вот это вот все. На самом деле все началось 7 октября с совершенно чудовищного, зверского, неспровоцированного нападения Хамаса на Израиль, когда Хамас устроил на юге Израиля абсолютно кошмарную резню, убив больше тысячи человек. 240 были похищены, сожжены были целые поселки, да, уничтожены прям целые населенные пункты. В некоторых населенных пунктах на севере, вот, прошу прощения, на юге, да, вот, вот, в этом поясе поселения вокруг Газы погибло там до трети их жителей. Все это, естественно, стало таким настоящим шоком для Израиля, но Израиль чем и хорош тем, что очень быстро умеет отправляться от состояния шока. И вот один из промежуточных итогов, армия продемонстрировала свою такую очень быструю адаптивность, действительно, 7 октября был провал, это факт. И с этим провалом еще разбираться и разбираться будет комиссия, армия ведет свое внутреннее расследование. Есть уже предварительное вот описание картины, как все происходило 7 октября, я об этом запишу отдельное видео. Там, конечно, произошли совершенно страшные и непонятные вещи, но, тем не менее, в течение 72 часов армия мобилизовала 360 тысяч человек. Это самая массовая мобилизация резервистов в истории Израиля, они все явились на службу, не было ни одного случая отказа. Армия развернула вокруг газа свои вот резервистские части, подготовилась и через три недели начался наземный этап операции «Железные мечи» или «Война железных мечей», как это называется сейчас в Израиле. Впервые с 73-го года в Израиле было объявлено состояние войны. До этого был первый этап, вот три недели бомбардировок газа, после чего армия вошла туда. Начались тяжелые уличные бои, сначала на севере Анклава, потом на юге, потом в центре Анклава. На сегодняшний день заявлены три главные цели операции. Первое, это уничтожение Хамаса в Газе. Уничтожить Хамас как явление, как организацию мы не сможем, это все прекрасно понимают, но лишить его этой территории, лишить его возможности там властвовать и администрировать эту территорию, черпать оттуда ресурсы, это возможно. И вот это одна из целей операции. Вторая цель, это освобождение заложников. На данный момент удалось освободить примерно половину заложников. Это произошло в рамках, большую часть из них, абсолютное большинство освободили в рамках сделки, в которой участвовал Катар с 24 по 30 ноября. Было прекращение огня, удалось вернуть свыше сотни заложников, из них 81 израильтянина. Одну девушку военнослужащую освободили в ходе такой силовой операции. Были еще некоторые операции, они были неудачными, трех заложников застрелили по ошибке израильские военные. И третья цель, это вот прекратить угрозу с юга, вот угрозу исходящую из сектора газа, то есть сделать сектор газа безопасным для Израиля, да, скажем, вот. Провести его полное разоружение, насколько это возможно. На сотый день войны мы можем сказать, что ни одна из этих целей не достигнута. Заложники все еще остаются в руках Хамаса. Война все еще продолжается, значит военный потенциал Хамаса не уничтожен окончательно. Хотя он понес тяжелейшие потери и там убито огромное количество боевиков, обезврежено огромное количество оружия, ракетных установок и так далее. Но война все еще продолжается, поэтому в секторе газа сейчас говорят о переходе к так называемой третьей фазе операции. То есть это вот всякого рода, ну это зачистка, грубо говоря, точечные операции, рейдовые действия, стабилизационные мероприятия. Все это вот еще будет какое-то время продолжаться, сроков четких нет. Об этом это вот очень так постоянно подчеркивают в Иерусалиме, так говоря, что никакого дедлайна нет, сроков нет. Американская администрация, конечно, давит, но об этом я скажу чуть позже, о международной вот обстановке вокруг Израиля. На севере 8 октября прошлого года, соответственно, Хизбалла начала активные обстрелы израильской территории, израильская армия начала отвечать. Хизбалла, возможно, планировала сама нечто подобное, вот тому, что совершил Хамас на юге, но Хамас у них как бы эту карту из рук-то и выдернул. Хизбалла лишилась фактора внезапности и, соответственно, атаковать изготовившуюся к бою израильскую армию, да, развернувшую 100-тысячную группировку на севере, полностью отмобилизованную и готовую, они не рискнули. Все ограничивается пока войной на таком узком пространстве, по 10 километров в каждую сторону от границы. На данный момент не то, чтобы мы эту войну выигрываем, скорее наоборот, мы требуем, чтобы Хизбалла отошла от границы, чтобы выполнить резолюцию 17.01 Совета Безопасности ООН от 2006 года. Хизбалла этого не делает, продолжает обстрелы, хотя в последние несколько дней наблюдается некоторое затишье. Я сейчас чуть попозже, возможно, объясню, с чем это связано. Фактически на данный момент от границы отступил Израиль, потому что в израильских поселениях вокруг, возле ливанской границы нет гражданских. Все гражданские оттуда эвакуированы. В Израиле 300 тысяч перемещенных лиц, внутренне перемещенных лиц, по сути беженцев. Из них две трети это юг и треть это север. Это колоссальное количество, я уже приводил эту цифру, это как если бы в Америке эвакуировали 10 миллионов человек. То есть невероятная совершенно цифра. Север продолжает оставаться такой важной и сложной переменной. И как там будут развиваться события, совершенно непонятно. Но очевидно, что оставить все как есть невозможно. Мы, по сути, утратили часть суверенитета над своей территорией. Точнее, суверенитет над частью своей территории. Нам нужно с этим что-то делать. Но что делать, пока непонятно. Израиль не хочет воевать на два фронта. Потому что, как выяснилось, это был один из итогов этой войны. Он уже ясен. Не хватает сухопутных войск. То есть нужна большая масса войск, чтобы воевать и на севере, и на юге. Войск не хватает. Армия пережила сокращение. Там несколько волн. И обо всем этом сейчас тоже идет такая бурная дискуссия. Одним из таких важных итогов оказалось вот такое наличие в Израиле сильнейшего гражданского общества. В мгновение ока были забыты все противоречия. Юридическая реформа. Там вот это вот все. Левые и правые за Нетаньягу, против Нетаньягу. Все объединились. Началось сильнейшее такое волонтерское движение в помощь армии, в помощь беженцам. И все это показало, что Израиль как гражданское общество очень и очень силен. Чего не скажешь о политиках, но об этом как-нибудь поговорим отдельно. Третий фронт это Иудеи, Самарии или Западный берег. Там продолжаются тоже такие рейдовые боевые действия израильской армии. Там идет разгром структур Хамаса. Поначалу казалось, что там все было очень тихо. Действительно в первые недели войны там действительно была тишина. То есть они испугались и последствий возможных, и жесткой реакции Израиля на все вот это вот случившееся. Но потом постепенно террор там начал поднимать голову. И вот сейчас собственно армия там продолжает свои действия. Ликвидированы сотни террористов, арестованы там свыше тысячи. Структуры Хамаса громят, ищут возможные источники его финансирования и так далее и тому подобное. То есть ситуация на Западном берегу сложная, но остается под контролем. Им удалось избежать фактически открытия там третьего фронта. О чем так мечтал Хамас, чтобы там произошла вот эта так называемая интифада. Да, уже я не знаю, там четвертая по-моему по счету. Если считать в качестве третьей интифаду ножей. И чтобы там началось восстание такое вот арабское. Чтобы очень сильно отвлекло на себя силы армии. Этого удалось не допустить. То есть ситуацию удержали, как и ситуацию в смешанных городах внутри самого Израиля. Где живут арабы и евреи вместе. Но есть такие города, как Рамли, Лот, например, Акко. Вот где в 21 году были такие очень серьезные волнения. Да, серьезные беспорядки. Вот этого удалось избежать. Более того, израильские арабы продемонстрировали очень высокую степень лояльности по отношению к Израилю. Потому что то, что случилось на юге, их очень сильно напугало тоже. Я напомню, что в ходе этих событий там погибло почти полсотни израильских арабов и бедуинов. То есть террористы убивали всех. Вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности. Ну еще один фронт это хуситы. Которые вдруг вот откуда-то вылезли. Да, и начали сначала обстреливать Израиль ракетами. Но израильское ПВО и ПРО довольно легко справились с этой угрозой. Тогда хуситы блокировали судоходство в Красном море. Вызвав такой вот коллапс мировой торговли. Да, повышение цен и так далее. Американцы создали коалицию международную. Вот, которая очень долго чего-то мычала и телилась. Но в конце концов вот приступила к каким-то активным действиям. Начала наносить удары по хуситам. Пока вот этот фронт остается таким малопонятным. Судоходство по-прежнему парализовано. Но американцы вот, что называется, как это принято нынче говорить, у нашей молодежи расчехлились. Да, и начали бомбить объекты хуситов. Пока это не принесло своего результата. Пока это носит такой скорее демонстрационный характер. Но в конце концов это повлияет на мировую торговлю. И в конце концов американцы приступят уже к совершенно решительным действиям. Как я это больше чем уверен. Все это сильно осложняется историей, конечно, с выборами в Соединенных Штатах. Где Байден идет на свой второй срок. И из-за этого там никакой решительности особой не, к сожалению, не демонстрируют. Но надо отдать должное американцам. Они очень быстро и блестяще совершенно организовали воздушный мост. И перебросили в Израиль большое количество боеприпасов. Тем самым ликвидировав дефицит. Потому что израильская армия тратила их в газе с очень такой большой скоростью в больших количествах. Что касается вообще международной обстановки. Пока есть такое определенное... Во-первых, надо сказать, что американцы сразу заявили о своей безусловной и безоговорочной поддержке Израиля в этой войне. То же самое сделали, кстати, там, например, немцы, французы. И очень много стран таких приличных и цивилизованных. Людоеды все, конечно, встали на сторону Хамаса. В Москве приняли делегацию Хамаса буквально через несколько дней после резни во главе с Абу Мурзуком на официальном уровне. На уровне замминистра иностранных дел. Чем, собственно, продемонстрировали отношение к вопросу. И продемонстрировали, на чьей Москва стороне. Окей, хорошо, запомним. Свои люди сочтемся, что называется. И ЮАР подала иск в Международный суд справедливости в Гааге, обвинив Израиль в геноциде. Обвинения эти абсолютно абсурдны, ничем не доказаны в принципе. Германия, например, Германия, страна, устроившая геноцид евреев в свое время, встала однозначно на сторону Израиля и сказала, что будет защищать Израиль в этом Международном суде тоже. Но вот, собственно, слушания закончены. И в ближайшее время, я полагаю, мы увидим промежуточное решение. Посмотрим, каким оно будет. В принципе, там возможных решений два. Либо суд отклонит иск и признает обвинения ЮАР беспочвенными, либо суд примет решение о том, что, ну это так называемый промежуточный ордер, о том, что Израиль должен прекратить боевые действия. Вероятность вот тут буквально 50 на 50. Совершенно непонятно, как это все повернется. Израиль в любом случае это решение не выполнит. Имеется в виду, если будет принято решение о прекращении боевых действий, оно поступит, скорее всего, в Совбез ООН. И в Совбезе ООН с большой, опять же, долей вероятности американцы наложат вето на это решение. Вот примерно так выглядят промежуточные итоги на сотый день войны. Сколько она еще продлится, непонятно. Есть совершенно разные оценки. Говорят, до года или даже до полутора лет. Но очевидно, что эта война для Израиля приобрела совершенно экзистенциальный характер. Эта война уже не за независимость, не за свободу. Эта война буквально за выживание. Как сказал один тут высокопоставленный отставной военный. По итогам этой войны на этой территории должен остаться либо Хамас, либо Израиль. Так что посмотрим, как все это будет развиваться. Спасибо, что смотрите. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, реагировать, лайкать, дизлайкать. В том числе и будем с вами дальше продолжать. Завтра хочу записать видео про то, как развивались события именно 7 октября. Это нужно выделить прямо в отдельный день, в отдельную историю. И уже есть такая предварительная картина того кошмарного абсолютно провала, который допустило израильское армейское руководство, израильская военная разведка. Еще раз спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok